здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала многие меня спрашивают про орхидею клеопатра у которой была бактериальная гниль я конечно отвечаю все кто спрашивает но решила все-таки и снять показать что с ней все хорошо все нормально что я с ней делала чем и как обрабатывала она у меня была в горшочке с дырочками и по приезду в деревню я полила ее холодной водой званым была такая достаточно прохладная погода водичка попала в пазухи листиков и произошло у нас загнивание во время я это увидела буквально через два-три дня оказалось все не так страшно как с первого взгляда просто повезло что во время это заметила и обрабатывала я ее зачищала шейку обрабатывала перекисью и замазывала густо густо максимум не разбавленным прям кисточкой видео будет в описании ссылочка и будет в конце окошечка вы можете нажать двух сторон будет видео про эту именно орхидеи и посмотреть орхидеи чувствует себя прекрасно у нее был старый цветоносик когда я снимала видео еще в горшочке с дырочками вот этот цветонос только рос в итоге я обрезала еще с цветочками цветоносик думала ей чтобы было полегче и кора у меня была вот до сих пор то есть корешки были у меня все открытые недавно я засыпала вот новой корой то есть немножко вот даже чтобы вид был и чтобы корни все-таки не настолько были открыты вот максим конечно еще видно вот один корешочек усох пожалела даже что я засыпала потому что хотела показать растущие корешки сейчас уже конечно будет не видно и ковырять там слой буквально на сантиметра аж даже 3 конечно уже не стоит новый ростик у нас идет то есть все прекратилось закончилось и все равно видите шейку я закапывать не стала глубоко так сейчас я найду где я зачищала показать так зачищала я где-то вот здесь да вот не знаю будет ли видно нет вот там все нормально все хорошо тут еще и цветоносик растет на что это принципе не повлияло как вы знаете кто смотрит мой канал давно эта орхидейка цветет у меня уже второй год было у нее 6 цветочков так она распускается ярко сейчас просто еще подсветка не передает всей красоты все-таки этого цветка было 6 цветочков я думала ну второй год цветет уже сил нету ну вот как после пересадки буквально через неделю она стала доращивать свой цветоносик дальше вот цветочков уже восемь еще вот бутончики в 4 но она видите почки не пробуждает они все у нас спят ничего страшного даже если она у меня цветет я вообще абсолютно не расстроюсь я наоборот буду рада что орхидейка у меня это все-таки отдохнет но она считает что у него наверное много сил поэтому так себя ведет радует свою хозяйку опять же чем еще можно обработать вот у меня в деревне когда это все приключилось было лишь одна ампулка максима оставалась чем бы я обработал не было в максима опять же перекись у которую есть в любой аптеке наш да и в любом доме любой аптечке практически да есть перекись водорода трехпроцентная обязательно я бы обработала перекись чтобы обеззаразить это все можно замазать просто зеленочкой нету зеленки вот есть уголь для шашлыка древесный там березовый просто древесный хотя бы на крайний случай углем но конечно лучше все равно замазывать что-то противогрибковым можно даже как же он называется для детей тоже у меня в полке есть то что короче сушит против как бы не отсюда только наша стриптоцит вот стриптоцитом можно засыпать но в общем чем угодно даже для людей против там бактерий против там всего потом нужно вот красный зеленку вот это залить мы очень чем угодно ну вот я замазала максимум конечно он подсушивает корешочки но чувствует она себя замечательно цветет растет и пахнет стоит она у меня сейчас потом сделаю обзор рядом с окошком на журнальном столике то есть ниже подоконника свет конечно мало получает потому что там место и такая мощная досветка и мы закрываем шторы вечером чтобы ребенок не бегал так не смотрел потому что она очень яркая не знаю посмотрю как она будет расти если не очень хорошо то буду как-то искать место которого к сожалению у нас нет поэтому я не хотела пересаживать такие длинные большие емкости и за место просто меня просили хотя в интернете кучу роликов как в эти колбы сажают я не знаю я пересадила принципе не живее смотрится она эффектно особенно когда вырастет у нее много-много листиков допустим 23 цветонос будет она смотреться очень хорошо теперь я хочу вам показать орхидейку садовода которая была такая как розовый паучок такая розовенькая короче с розовыми такими прожилками она я значит обработала все сделала особо я не рассматривала мне только не понравился очень она была такую белым белым налет в каком-то знаете чем-то ее обрабатывали не опрыскивала после пересадки вот я фитоловин фитоловин замачивала я все пазухи аккуратно протерла даже там где воды вроде бы как бы и не было в общем перестраховалась и залила значит их слила как обычно орхидея по идее должна набираться сил сегодня подхожу она у меня значит вот так стояла да на окне вот так и думаю почему меня у орхидея лист желтеет от основания это ненормально и листик такой без туркара хотя по идее она должна набирать наоборот силы туркар вот тут три цветоноса было я смотрю там какая-то чернота внутри но я вот почистила конечно уже ну видно вот по краям листика вот видите темные пятнышки вот они и вот когда он так листик стала трогать там как будто что-то хлюпает и посмотрите я то листья вот так же не дергаешься когда покупаешь орхидеи куда и листик посмотрите как болтается вот вот он пошел гулять и вот кость покажи вот там прям белое вот это вот это вот чем-то обработано ничем я протирала ватным диском с другой стороны покажу ватным диском и с молочком и с водичкой и ничем ничем это орхидейка не не отходит вот эти белые пятна то есть листик вообще буквально вот на соплях я скажу честно у меня ни разу не было молотом и орхидеи не у покупной не у домашней до чтобы гнила или что-то случалось с точкой роста но как бы видео я смотрела на эту тему и знаю что это не нормально что скорее всего там что-то с точкой роста и надо это все тоже вычищать перекисью заливать зеленкой или максимум и ждать конечно детку я считаю что вот это вот это уже никак не пройдет ничто с этим ничего уже не восстановится и вот это пожелтение листа тоже не нормально сразу надо на это обращать внимание так я подергал пока еще ничего не отлетает но хлюпать хлюпает там тогда конечно какие-то меры все-таки предпринимать если я буду что-то делать постараюсь конечно это снять будет время и вот посмотрите у меня появилась практически уже новая кашпо который я повешу на лампу своим там на проволочку эти цветочки сейчас продают вот в таких вот деревянных кашпо но это не муж цветы конечно подарил не кашпо но у меня-то сразу мысль ой какого кашпо для цветов и вот так вот можно я думаю что я повешу вот так на фитолампу на проволочку тоже потом хочу вам показать вот такое вот приспособление поэтому пусть мужчины такие практичные достаточно но мне понравилось это вот корзиночка я знаю продают деревянные вот эти вот корзиночки для цветов для орхидей так что у меня теперь тоже у меня кстати спрашивали если у меня там деревни вот такие вот деревянные кашпо или нету нет у меня нету я не покупала и как-то не знаю хотелось бы мне очень давно мы теперь на маленький конечно горшочек вот ширина такая вот достаточно небольшая я все теперь думаю влезет у меня что не влезет дай бог чтобы влезла я так рада что у меня на такой веревке будет на пика лампе висеть такая вот подставка для моих орхидеи ши ну в принципе все что хотела сказать если будут какие-то вопросы по обработке в принципе бактериальные дни лечится одинаково главное ее стадия то есть на ранней стадии это все проходит практически бесследно на поздней стадии надо помучиться надо провести может быть несколько обработок там максимум фундазолом если вы это увидели все уже там сильно дниет конечно сделать лучше кашицу фундазола особенно есть фундазол не подделка проверенной замазать это кажется фундазол эту орхидейку куда-нибудь поставить ее в уголочек там чтобы никто ее не дергал не шатал не трес чтобы она была в спокойствии и ждать выздоровления своего растения и быть конечно повнимательнее но когда цветов много внимательнее быть гораздо тяжелее вот я и вроде и внимательно всегда отношусь а видите какая бяка кака приключилась все равно конечно сколько бы не стоило растение он все равно жалко я еще наверно все-таки послежу за ней денек другой прежде чем ковырять и что-то делать коробки орхидей когда хорошая неважно сколько там корней много корни легко наращивать сижал очень конечно не вот но будет своеобразный опыт у меня ни разу не было прикорневых деток поэтому если я ее обработаю буду ждать свою первую прикорневую деточку не забываем с обоих сторон видео про клеопатру про ее обработку про ее посадку закрытую систему в эту колбу так что нажимаем смотрим следующее видео кому понравилось ставим лайк подписываемся на канал и с вами была аня румянцева всем пока пока пока